День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Препятствия не установлены. В Совете Федерации сегодня поддержали кандидатуру Дмитрия Гаданева на пост прокурора Рязанской области. Под личную ответственность Павел Малков предостерег глав на местах от инертности расходования средств на переселение. Лучший город земли. Голосуем за Рязань в рейтинге российских городов. Сегодня Совет Федерации согласовал кандидатуру Дмитрия Гаданева для назначения на должность прокурора Рязанской области. По представлению президента России Владимира Путина комитеты поддержали единогласно. На заседании комитетов будущего прокурора Рязанской области представлял первый заместитель генерального прокурора России Анатолий Розинкин. Так что известно о Дмитрии Гаданеве. Он 1972 года рождения в органах прокуратуры с 1997 года. С 2019 первый заместитель прокурора Смоленской области. Дальше была информация из досье. Обладает хорошими организаторскими способностями, у него значительный профессиональный опыт, грамотно определяют приоритетные направления, необходимые для решения поставленных задач. Особое внимание он уделяет обеспечению населения доступной своевременной медицинской помощью. Под его руководством удалось добиться увеличения финансированной сферы здравоохранения более чем на 300 миллионов рублей, а также выделение денежных средств в размере 70 миллионов рублей на льготное обеспечение 305 детей, страдающих с сахарным диабетом первого типа, также своевременными средствами мониторинга уровня глюкозы в крови. Принятыми мерами реагированы и устранены многочисленные нарушения прав граждан на безопасное и качественное жилье. Общая штатная численность прокуратуры Рязанской области сегодня 383 человека. В ее состав входит 26 районных, 3 межрайонные и одна специализированная прокуратура. В Совете Федерации озвучили свежую статистику по криминальным происшествиям. С начала этого года в Рязанской области зарегистрировано свыше 3,5 тысяч преступлений, их раскрываемость 75%. В прошлом году органами прокуратуры было выявлено больше 30 тысяч нарушений закона, вынесено 13 тысяч предписаний, по материалам прокурорской проверки заведено 195 уголовных дел. Деньги на переселение из ветхого жилья придут в регион под мою личную ответственность. До конца года муниципальным властям их нужно будет потратить и готовьтесь выполнить программу досрочно. Об этом на правительстве сегодня заявил губернатор Павел Малков. Кроме того, прозвучало, о чем конкретно Рязань договорилась с Санкт-Петербургом и насколько проще станут правила для тех, кто решил вернуться из-за рубежа. Эхо-визиты в Рязань Сергея Степашина, поступление новых федеральных траншей по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Но ее выполнение по принципу ни шатка, ни валка, ни Кремль, ни губернатора больше не устраивает. Деньги, которые придут в регион, целевые. До конца года на местах нужно их израсходовать, что называется, под копеечку. Я сейчас обращаюсь к главам муниципалитетов. Вот эти средства придут под мою личную ответственность, что до конца года мы полностью их освоим. Не подведите, пожалуйста. И, конечно, к Министерству строительства. Мы в этом году планируем переселить более тысячи человек в новое жилье. Серьезно нарастили здесь объемы. И дальше будем темпы только наращивать. В том числе по поручению президента будем вести переселение из домов, которые после 2017 года были признаны аварийными. Там сейчас больше двух с половиной тысяч человек живет. Будем работать здесь вместе с Фондом развития территории, который нас сейчас очень активно поддерживает. Эту работу держим, коллеги, на особым контроле. В ближайшее время в Рязань прибудут пять дополнительных троллейбусов из Санкт-Петербурга, причем не списанные. В данный момент они работают на линиях северной столицы. В Рязани их будут поставлять партиями по мере замены там. Вот так вот партиями, выводя с линии, меняя их на новые, мы договорились, что мы там до октября месяца получим все 20 троллейбусов. Отлично. Ну и радует, конечно, что троллейбусы в целом-то в очень хорошем состоянии. Да, они даже если по возрасту там могут быть и 10-летние, они обязательно практически все после капитального ремонта. Министр труда и соцзащиты Наталья Суворова озвучила любопытную инициативу. Вернуть принцип «понять и простить» для австралийских, японских и европейских релакантов, пожелавших вернуться домой. Официально это звучит как программа переселения соотечественников. Мы предлагаем отменить обязательные требования, которые предъявляются для переселения, а это не менее стаж работы в регионе не менее двух лет или осуществление предпринимательской деятельности для наших соотечественников, которые к нам хотят прибыть или прибыли из Японии, Австралии, а также стран Евросоюза. Это согласно поручению Министерства внутренних дел России данный проект разработан. Проект прошел все согласования, дополнительного финансирования не требуется, прошу поддержать. По данным Минсоцтруда региона, в прошлом году на постоянное место жительства в Рязанскую область переехало 840 граждан. Но это что касается ближнего зарубежья. Что же до дальнего, то пока такой статистики нет. Но теперь подать заявление станет в разы проще. В России продолжается онлайн-голосование за выбор самого привлекательного и узнаваемого города страны в 2023 году. Рязань в этом списке тоже есть, но пока в третьем десятке. Самое время увеличить количество голосов за. «Город России. Национальный выбор» – это проект, который проходит ежегодно, начиная с 2012 года. Его цель – повысить интерес к крупным административным центрам нашей страны. В первую очередь для развития внутреннего туризма. Ведь благодаря проекту любой желающий может узнать о национальной аутентичности разных регионов нашей страны, а затем посетить понравившиеся места. В этом году участников 87. За звание лучшего города борется и Рязань. Основных критериев два. Привлекательность и узнаваемость. Самое узнаваемое, конечно, для меня – драматический Рязанский театр. Потом Кремль и потом лесопарк. Мне очень нравится на Соборке походить. Очень хорошо, интересно. Вообще тут вот старая Рязань, вот где затинка, а вот этот вот Рязанский посад мне очень нравится. Вообще вот эта старая Рязань, она так вдохновляет. И вот с таким удовольствием, особенно вечером гулять, просто интересно. Даже интересно ходить, вот эти дома смотреть. Я очень люблю деревянные вот эти зодчества, которые… У каждого Рязанца свое особенное место. Для одних это умиротворяющие парки, для других – оживленные улочки, театры и музеи. Центр нашего города привлекателен своей архитектурой, где многие здания – настоящие памятники прошлых веков. Наверное, Рязанский Кремль. Наверное, места, связанные. Там дом Павлова. Вот на Почтовой очень красиво. Первомайка красивая. Там парк есть. Сейчас Рязань на 31-м месте в рейтинге. Голосование продлится до 31 декабря этого года. Каждый рязанец может повлиять на результаты и помочь родному городу подняться в этом списке и стать национальным символом нашей страны 2023 года. Процедура довольно проста. Заходим на сайт, видим в столбике Рязани, отдаем свой голос. В этом случае от вашей активности будет зависеть многое. Тем временем сотрудники регионального управления Россельхознадзора провели выездную проверку убойных пунктов. Замечания есть и по документам, и по санитарным нормам. С подробностями Валерий Седов. Восемь проверок за полгода. Цифры от регионального управления Россельхознадзора может и небольшие, зато результативные. Проверяли частных предпринимателей, которые занимаются убоем скота, получением мяса и другой продукции. География получилась обширная. Рязанский, Ухоловский, Сасовский, Ряжский, Клепиковский, Кораблинские районы. Плюс Касимов. Проверки, кстати, были плановые. То есть предприниматели могли заранее к ним подготовиться. Но нарушения все же были. У каждого. Где проверяли? Так индивидуальные предприниматели осуществляли свою деятельность в отсутствии всей необходимой документации. Например, отсутствовали результаты лабораторных исследований на выпускаемую в обращении продукцию. Отсутствовали результаты проведенного мониторинга критически контрольных точек на предприятии. То есть и иной документации, которая предусмотрена соответствующей документальной процедурой в рамках ХАСП. В этом списке и отсутствия документов о дезинфекции помещений и инвентаря. Нет сведений о качестве воды, которую использовали в процессе убоя. Здесь же ржавое оборудование и инвентарь. А на одном из предприятий и вовсе появилась продукция из ниоткуда. То есть без маркировки. И невозможно понять не то, что сроки годности, но даже откуда эта продукция. Ведомство признало продукцию некачественной и подлежащей утилизации. Все 250 килограммов. По результатам проведенных мероприятий нами были возбуждены производства по делам административных правонарушений по статье 14.43 КОАП РФ, в результате чего дела были рассмотрены и индивидуальным предпринимателям были назначены административные штрафы в размере порядка 190 тысяч рублей. Кроме того, коммерсанты получили предписание, чтобы все недочеты убрать. Когда их срок пройдет, предприятия проверят снова. Мало ли. Проверки других предприятий пройдут во втором полугодии. И лучше бы мясникам к этому тщательнее подготовиться. Работы реставраторов из Ижевска стали настоящим украшением парада ретро-спецтехники в праздник ГИБДД. Буквально на кураже они восстанавливают классику советской эпохи. В восстановленном Урале на пассажирском сидит Андрей Чаузов. В Рязань он приехал из Ижевска, где когда-то служил в райотделе милиции. И первое время ездил точно на таком же мотоцикле, именно что пассажиром. Поэтому сейчас чувствует себя на своем месте. Примечательно, что Андрей восстанавливал точно такой же мотоцикл. Как-то жалко было, их когда списывали в 98-м году, последние списывали, и один, вот, к счастью, достался мне, как бы, вот. Это отдельная история. А в 2009 году, когда, на самом деле, мотоцикли, как бы, мотоцикли, мотоцикли, увлечение мотоциклами, что ли, стало немножко набирать обороты, вот, мне тоже предложили, ну, ребята, как бы, знакомые, отреставрирую, вроде, раз есть. Вот я четыре раза отреставрировал. Говорит, что реставрация действительно прошла на ура. Поймал кураж, сделал за полгода. Все детали родные, просто нашел нужных доноров. В 2010 году впервые прокатился на своем Урале. Теперь со своим железным конем, а не в Рязани. Вот только до города-то мотоцикл доехал, а вот по улицам прокатиться не успел. С поломкой пришлось повозиться. Тем не менее, на Урале Андрей все же прокатился. И красоты города посмотрел. Очень-очень красивый город, гостеприимный, очень такой динамичный, как бы, очень-очень приятно. Сам парад вообще здорово, изумительно, потому что именно в таком, в таком, как бы, ракурсе, именно парад ретро-техники, специальной техники, именно милиции, и при, по еще, ну, ГАИ, как бы, к службе ГАИ, это вообще здорово. Также о параде ретро-спецтехники говорит и другой гость, Андрей Белошевич. В Рязань он приехал на автомобиле ГАЗ-22Б 67-го года. Это машина службы скорой медицинской помощи. Тоже, кстати, с историей. Машина отслужила в ведомстве, после с нее спилили все перегородки и передали в частные руки. Так что восстанавливали все по чертежам. Перегородку делали, сиденье восстанавливали. На самом деле, это очень кропотливый труд, потому что каждая деталь дает о себе знать. Просто нужно все разобрать, все собрать по новой, абсолютно полностью автомобиль, как говорится, перебрать. Аутентичность сохранили во всем салоне. Например, здесь лежит и манекен, который изображает пострадавшую. У нее даже имя есть. Анжела Вадимовна. И колесит она вместе с водителем по всем ретро-пробегам. А чтобы ездить на газике было комфортно, говорит Алексей Белошевич, ему специально поменяли четыре рулевых механизма. Люфт, мол, был слишком большой. В остальном, под капотом все аутентично. А что у нас здесь такого старого, такого добротного? А все здесь. Все, кроме аккумулятора. Градиатор, все, двигатель, он полностью старый, как был. Ничего не переделали. Единственное, сделали бесконтактное зажигание, ну, потому что все-таки оно понадежнее будет. А так, в принципе, здесь все как было в заводском состоянии. Каждый автомобиль здесь восстановлен с настоящей любовью. Это вам не реплики, где какие-то детали могут отличаться. Все как в старой доброй. Потому и бывает у выставки так много зевак. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова